Тема данной лекции профессора Сэма Вакнина звучит так. Сообщение нарцисса-партнёру. Любуйся мной. Играй со мной. Будь моей мамой. Полную версию видео вы можете посмотреть на Бусти. Начинаем. Итак, тема сегодняшнего видео – взаимодействие нарциссов с женщинами. Я хочу проанализировать это с необычной точки зрения. Нарциссы взаимодействуют с женщинами в три этапа. Сначала они делают из женщин поклонников, обожателей и фанатов. Затем – товарищей по играм или кроликов для игр. А после того, как начала формироваться близость, нарциссы подталкивают своих женщин стать матерями. Итак, поклонник, товарищ по играм и мать. Почему мать? Потому что единственным опытом или формой близости с женщиной, которая когда-либо была у нарцисса, был опыт с его матерью. У нарцисса никогда не было «нет» и никогда не будет никакой взрослой близости с женщиной. Он на это не способен по разным причинам. Мы знаем, что нарциссу не хватает эмпатии. Еще одна проблема заключается в том, что он интернализирует любую женщину, которая приходит в его жизнь. Он создает внутреннего представителя женщины и взаимодействует с этим представителем при помощи скриншота. Нарцисс никогда не взаимодействует с реальной женщиной. Любое напоминание женщины о ее автономии, независимости, обособленности, любой намек на то, что женщина отличается от него, нарцисс воспримет как угрозу. Он попытается подавить эти проявления. В этом конкретном смысле нарцисс похож на созависимого человека. Он стремится слиться со своей женщиной или со своим интимным партнером при помощи превращения интимного партнера во внутреннего представителя или в собственное расширение. Это говорит о том, что нарцисс аутоэротичный. Ссылка на полное видео, а также и на оригинал в описании и в прикрепленном комментарии. Благодарю всех тех, кто поддерживает меня финансово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова